Элегантный партнер проекта компания Эталон Занятие — гора, окруженная облаками и туманом. Вздымается она до самого неба, растет на той горе могучее тысячелетнее дерево, и ежедневно прилетали туда, оседлав ветер двое небожителей. Садились они в тени могучего дерева и играли в шахматы. Их занятие привлекло внимание одной обезьяны из дремучей чащи. Умирая от любопытства, она тихонько подкралась к дереву, спряталась в густой листве и стала подглядывать за искусством святых. Шел день за днем, сообразительная обезьяна постигла мудреные правила игры в шахматы и проникла в магию ходов. Вскоре про небожителей прослышали люди и пожелали узреть собственными глазами такое чудо. Однако святые постарались избежать мирской суеты и исчезли до появления людей. И вот тут-то обезьяна, распираемая желанием покрасываться своим умением, спустилась с дерева и предложила людям сразиться в шахматы с ней. Она играла так мастерски, что не нашлось никого, кто мог бы победить ее. Весть об этом разлетелась по всей округе. Когда правитель той местности услышал об удивительной обезьяне, он решил преподнести ее в дар императору и отослал в столицу. Император предложил всем министрам, ученым, генералам сыграть в шахматы с удивительной обезьяной. И что же? Среди них не нашлось ей равных. Она обыграла всех. Императора этот факт раззадорил еще больше. И он объявил по всей стране, кто победит обезьяну, тот получит в награду столько золота, сколько сможет унести. Со всей страны в столицу потянулись лучшие игроки. Один за другим они садились за шахматную доску напротив обезьяны и проигрывали ей. Император уже совсем разуверился в том, что кто-то сумеет ее победить. Но вот пришел скромного вида человек и объявил, что намерен выиграть у легендарной обезьяны. По приказу императора им сразу предоставили возможность. Началась партия. Человек сделал ход и, достав из кармана очень аппетитный банан, начал неспешно его есть. Обезьяна стала играть рассеянно, то и дело поглядывая на своего соперника. А когда тот достал из кармана сочный золотистый персик и надкусил его, она аж задрожала от желания. И таким образом, одну за другой обезьяна проиграла человеку три партии. Итак, вывод первый. Вступая в игру, не надейся на слабость соперника и не доверяй первому впечатлению. Обезьяна смогла обыграть в шахматы практически всех в империи, хотя казалось бы. Вывод второй. Обучиться можно абсолютно всему, даже обезьяне. Особенно, если твоими учителями являются настоящие боги в своем деле. Вывод третий. И, увы, самый грустный. Как бы кто не обучился науке, как бы кто не наловчился эту науку применять. Если ему суждено было родиться обезьяной, до самой смерти он останется именно ей. А значит, смело вступайте с такими в игру. Только не забудьте запастись персиками послаще. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok